От этих надписей на стенах подземного перехода на площадь Зелядова пытаются избавиться уже неделю. Однако краска никуда не делась, а лишь стала чуть бледнее. Удастся ли избавиться от нее до конца, на данный момент не знает никто. Замысловатые надписи были нанесены на эти стены не вчера. Краска уже въелась в поры плитки. Но руководство советского района вместе с подрядными организациями все-таки надеются, что рисунки поддадутся воздействию сильных химических веществ и смоются. Специальную жидкость сначала наносят и оставляют на поверхности на несколько минут, затем пытаются стереть механическим путем. Эти действия повторяют не один раз. Четверо человек работают 6 дней в неделю по 10 часов в день, чтобы вернуть облицовке прежний вид. И хотя сейчас стены все еще выглядят изрисованными, до того, как здесь начали проводить работы, ситуация была гораздо хуже. То, что мы ослабили их в десятки раз, это точно. Сняли большие картины, которые здесь были изрисованы. Вот площадь, допустим, вот если посмотреть, там чуть дальше видно, что это больше 15 квадратных метров. Было многослойное, все изрисованные картины. Таких мест здесь было очень много. Это самый сложный тоннель, который есть в городе. После того, как стены очистят от надписей и рисунков, на плитку планируют нанести специальный антивандальный лак. Он не позволит краске въедаться в облицовку. Зная, как быстро любители порисовать заполняют своим творчеством чистые стены, предпримут и другие меры. Камеры будут установлены. Сейчас проговариваем возможность задействовать ЧОПа, усиление количества постов. Полиции они будут чаще здесь проходить. Мы прорабатываем вопрос с бизнесом, чтобы вывести часть камер на их порталы, чтобы их служба безопасности также принимала участие, потому что они также заинтересованы, чтобы к ним люди ходили через чистые, хорошие переходы. На данный момент на территории пешеходного перехода стоит неприятный запах химических веществ. По словам подрядчиков, здоровье пешеходов, которые пользуются переходом, ничего не угрожает. Сейчас остается только надеяться, что растворы помогут и никому ненужные рисунки и надписи все же исчезнут со стен перехода. Екатерина Анисимова, Никита Вертлин, Столица Нижней.